Сегодня у нас знаковое событие. Помните его, гордитесь им. Мы открываем сегодня бюст уникальному человеку. В тяжелейшее время для страны он отстаивал и спасал детей. Феликс Держинский боролся с беспризорностью и контрреволюцией. Возглавляя ВЧК, стоял у истоков службы госбезопасности. Его фигуру знают не только в ФСБ. 52-й Барнаульский лицей носит его имя. А у стен учебного заведения теперь установлен бюст Держинского. Если бы ты сейчас встретила Держинского, что бы ты ему сказала? Большое спасибо за то, что наша школа развивается благодаря ему. И есть какие-то материалы, чтобы изучать, как было в СССР первые годы ее. Это уже второй памятник Держинскому в Барнауле. Первый установлен у главного управления ФСБ по краю. Несмотря на то, что в Сибири контрреволюционер почти не бывал, за Уралом о нем помнят. Каленый скальпель резал по-живому. Клубок змеиный, заговоров рой. Бессильно бесновался мутный омут, а он предвидел будущего крови. После открытия памятника гости посетили школьный музей, посвященный Держинскому, и передали новые экспонаты. Музей работает больше полувека. Здесь собрано около 9 тысяч экспонатов, в том числе архивные сведения о Держинском и его учениках. Самый интересный экспонат – это у нас рисунок советского разведчика Рудольфа Абеля, который он сделал, находясь в американской тюрьме под следствием. И ему удалось с другими документами вывести к Советский Союз. Особенно в музее почитают алтайских сотрудников службы госбезопасности. Например, Виталия Павлова, автор операции «Снег». Кстати, вскоре в честь него в Барнауле должна появиться мемориальная доска. Сейчас определяются с местом. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.